С декабря 1941 года работающие жители Ленинграда получали всего по 200 граммов хлеба в день, все остальные по 125. Сегодня Новосибирск присоединился ко всероссийской акции памяти блокадный хлеб. Волонтеры начали раздавать его в школах, а накануне наша съемочная группа побывала там, где выпекают буханки по рецепту военных лет. Какой на вкус блокадный хлеб узнала Марина Аверина. Этот хлебный конвейер не останавливается ни на минуту, ни днем, ни ночью. За сутки из печей выходит почти 50 тонн буханок. От бородинского и белого до украинского или скандинавского. Всего больше 20 видов. Эта ночь у хлебопеков особая. К утру нужно приготовить партию блокадного хлеба. Рецептура блокадного хлеба очень простая. В сентябре 1941 года она состоит всего из четырех ингредиентов. Это овсяная мука, ржаная мука, грубого помола, солод и закваска. Приготовить в точности такой же хлеб, как пекли во время войны, на большом производстве невозможно. Но тщательно изучив рецепт, технологи говорят, по вкусу и внешнему виду современный бородинский практически его полная копия. Рецептура бородинского хлеба изначально не включала в себя овсяную муку. Возможно, в блокадном Ленинграде другого не было, поэтому его готовили так. А вообще-то туда входила только ржаная мука обойная и мука пшеничная второго сорта. В годы войны рецептура хлеба менялась пять раз. К концу блокады, когда продуктов уже не было, некоторые составляющие заменяли на шелуху, целлюлозу или обойную пыль. Но и этого не хватало. За два с половиной года в Ленинграде погибли почти полмиллиона жителей. Именно поэтому для всех, переживших блокаду, тот хлеб – это святое, символ жизни. Настолько этот голод проникся, хоть я и была маленькая в моей душу, что я всю свою семью приучила к тому, что мы ни кусочка хлеба не оставляли никогда. Если даже маленький кусочек хлеба оставался, я говорю, доедайте. Ко всероссийской акции только на этом производстве приготовили более двух тысяч буханок. Это 8320 пайков по 125 граммов. Именно такой кусочек на сутки выдавался служащим, тем, кто работал не на производстве, старикам и детям Ленинграда на протяжении двух месяцев первой блокадной зимы, с осени 41-го до конца января 42-го года. И тем не менее, эти скромные кусочки позволили ленинградцам выстоять, пережить осаду города, длившуюся 872 дня. Сегодня блокадный хлеб стал одним из символов победы. Я боюсь это даже представить, что такое произойдет в наше время. Война – это всегда страшно. Естественно, купить блокадный хлеб невозможно. Его будут раздавать вплоть до 30 января бесплатно волонтеры в школах, районных администрациях и на предприятиях. Марина Аверина, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok